Мы считаем своей главной задачей, двуединой задачей, с одной стороны, это безусловно улучшение экологической обстановки, с другой стороны, это помощь бизнесу в проведении модернизации предприятий, модернизации, которая дает возможность в свою очередь улучшить экологическую обстановку. Экология чрезвычайно жёстко влияет на человека, формирует цветы его обитания, делая её более и менее комфортной. Формирует в том числе и демографическую ситуацию через продолжительность жизни, здоровье нации. А здоровье нации – это бюджетные траты, это вопросы здравоохранения. Какую воду мы бьём, какие продукты мы едим, геномодифицированные продукты. Насколько чиста среда в нашей жизни, в настолько значительной мере и определяется комфортность. Жилый сектор находится поблизости промышленных предприятий. Санитарно-защитная зона не пересматривается, например, в ингредиентах. Там в основном области не пересматривала санитарно-защитная зона с 1989 года. Церковская область, церковно-уральский медиклорейный залог. Практически часть посолок посёлка расположена на одном изометрии от завода, где в промоку почвы вся операция недели составляет сотни пдк, свинца на десятки пдк. Там проживают населения, там находятся самые страшные детские сады, социальные учреждения. И, в общем-то, опять местные власти предпочитают, что хотите тут ситуацию. Роспотребнадзоры, 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 Роспотребнадзоры могут быть шире ответы с установленных законов сроков. Роспотребнадзоры ответят лишь только в двух случаях, из всего количества обращений. А такие органы, как Федеральная служба по натуру сельскохозяйственного хранения и социального развития, Федеральная служба федеринарному и санитарному натуру, не ответят вообще ни на одно обращение. Здесь есть некий дуализм. С одной стороны, должны быть адекватные тяжести в распутку санкций, с другой стороны, должна быть обязательная необходимость наказаний. Иначе избирательность при применении санкций еще больше мосит в некую беспропорцию конфлиенцию, кто должна быть санкций в бизнесе. За муниципалами, по моему мнению, и мнению экспертов, Роспотребнадзора, целесообразно оставить сбор и транспортировку отходов. Ну, соответственно, где-то, если будет раздельный сбор, то тоже это будет положительный момент, но вот именно сбор и транспортировка. А захоронение и утилизацию закрепить за субъектами Российской Федерации. Самый простой пример. Для Германии любой человек имеет пять мусорных ящиков. Вот я думаю, что для России это достаточно трудно себе представить, чтобы человек распределял свой мусор. Это доходит до того, в Германии, что если вы этим не будете заниматься и выставите свой мусорный ящик на улицу, то есть, то вряд ли, что его просто не заберут. Если сегодня в школах говорят о том, что дети не хватает на планете воды, и скоро чистой воды на планете не останется, и ребенок, заходя домой, говорит, папа и мама, давай, какими воду выключать, вода осталась мала, то через некоторое время, через несколько лет, имея западный опыт положительного направления, мы можем достигнуть того, что для нас станет привычным, когда ребенок нам начинает говорить, папа и мама, давайте бумагу складывать отдельно, мусор, пластик отдельно, металлическую баночку отдельно, ну и все остальное тоже. Мы, безусловно, должны понимать, что микропривод города и благосостояние населения с точки зрения его здоровья также зависит от состояния водных объектов, которые находятся на территории города. Соответственно, мы, наверное, не можем не отмечать о том, что развитие и очень часто несоблюдение экологических требований приходит к загрязнению водных объектов, особенно это связано с поверхностными водами, когда в ливневые газоризационные сети города сливаются стоки промышленных производств. Глава имея центра «Актердама» стоит уроженый завод, который перерабатывает все отходы «Актердама», включая осадок лучших вод. Те технологии, которые используются, собственно говоря, в уровне, они позволяют решить вопросы и диоксина, и фурана, и в то же время мы не должны отбрасывать предварительную стадию сортировки, которая обеспечивает непопадание в пинч тех веществ, которые впоследствии дают какие-то основные последствия.